Следующий вопрос. Нужно ли делать тагбир после желательных намазов? Загаба Абу-Джафара Асадит. Мнение Абу-Джафара Асадита. Это кто? Один из имамов у кого? Шиитов. Но на самом деле он был имамом у Агна-Сунна, так или нет? Но шииты приписали его к себе. Зульман, как говорится, несправедливо. И можете у себя подписать, что он уровня хороших хадисов. То есть он, если брать его как передатчик, то он передатчик уровня хороших хадисов. И имам Аль-Бухари не привел от него ни одного хадиса в своем на северном сборнике. Из-за этого шииты очень сильно не любят имама Аль-Бухари. Говорит, а также это мнение Аш-Шахи в одном из мнений от него. Оль Ашари, это мнение более известное. И это мнение выбрал им Нурмузир. А это мнение в чем заключается? Что нужно делать тагбир, также после желательных намазов. Так же, как после обязательных намазов. Второе мнение, которое придерживалось большинство ученых. То, что тагбир нужно делать только после обязательных намазов. Потому что именно это пришло в асарах от подвижников. Как мы уже говорили, нет довода на то, что нужно делать тагбир после обязательных. Показали к намазов. То же самое, после желательных намазов нет. Довода на то, что нужно делать тагбир в Аллаху Адам. То есть, можешь делать тагбир, если хочешь. Но говорить, что это является узаконенным, или является именно что, очень желательным и тому подобное, то на это довода нет. Но если хочешь сделать тагбир, то эти дни, дни тагбира, можешь делать. Никто тебе не может запретить поминать Всевышнего Влада Пану Атаму.